До середины недели в Самаре останется подключить к отоплению порядка 800 домов. Сейчас ликвидируют 23 повреждения. Это позволит организовать подачу тепла полутора сотням объектов жилищного фонда. Остальные подключают по плану. Ресурсоснабжающие организации поручено нарастить темпы ремонтных работ на тепловых водах, привлечь для этого дополнительную технику и персонал. И те многоэтажки, которые можно подключить к отоплению, подключать, параллельно завершая ремонт. Все высотные дома, если есть повреждения на вводе, особенно если это на подачу или обратке, то дом запускается по, будем, одной трубе. Да, теплоноситель снижен. Ну, условно, если должна быть температура 80 градусов, то теплоноситель будет градусов 60. Но дом будет теплиться. Полностью подключили отопление в социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей. В стационарах, интернатах, домах ребенка и престарелых. В целом, учреждение сферы здравоохранения с теплом на 98%. Кроме того, продолжается ремонт крыш. Всего в Самаре в этом году планируется отремонтировать более 1300 кровель. Свыше 1200 уже готово. В том числе полностью восстановили 17 кровель, конструкции которых обрушились в конце зимы и в начале весны этого года. До конца года в ходе текущего ремонта осталось привести в порядок еще 93 крыши. По линии фонда капремонта работы идут в трех домах. По словам Владимира Василенко, ситуация штатная. Никита Борисов, Максим Гусев. События.